У восьмилетнего Жени врождённая патаракта. Патология непростая, требует срочного вмешательства. То есть мы первый раз прооперировались, нам сделали, то есть всё прошло удачно, хорошо, без всяких последствий. Но, к сожалению, через, получается, 4 года у нас интервал был, перешло на второй глазик. Ну, сказали, что это неизбежно, то есть вот так как-то рождаются детки. Сразу это всё как бы, ну, не выявить, ничего, говорят, с этим живут. Для таких пациентов получить помощь необходимо как можно быстрее. Поэтому врачи оперируют малышей уже с двухмесячного возраста, как только они немного окрепнут и подрастут. Очень важно, чтобы связи между нейронами сетчатки и корой головного мозга формировались правильно. А современные технологии позволяют заменить хрусталик при катаракте максимально щадящим способом. Силиконовая линза полностью повторяет родную. И главное, она будет расти вместе с глазным яблоком, постепенно расправляясь. В стационаре центра ежегодно оперируют около тысячи детей. С самыми различными заболеваниями органов зрения. А теперь готовы помогать и взрослым пациентам. Появилось всё необходимое оборудование для диагностики и лечения, проведения лазерных операций. Если раньше для того, чтобы эти все заболевания, да, к ним подступиться и начать оперировать, либо делали это в несколько этапов, либо это делали одномоментно, но не у нас в области, а вынуждены были выделять квоты и отпускать в Тюмень, в Москву, в Екатеринбург, то теперь есть возможность на месте оперировать что деток, что взрослых с любой нозологией одномоментно во время одного хирургического вмешательства. Также на базе центра создано и консультационно-диагностическое отделение. Амбулаторно специалисты лечат все патологии рефракции. Это нарушение зрения, при котором глаз не может чётко сфокусироваться на изображении. А также снимают спазм аккомодации, нарушение работы глазной мышцы, что очень актуально при сегодняшних нагрузках на зрение. У детей это очень быстро развивающийся, динамичный организм, молодой. И поэтому все изменения, он быстро реагирует на те задачи, которые мы ставим перед тем же органом зрения. Если мы его нагружаем сверх мерой, сверх того, что он может вынести и компенсировать себя, он уже не в состоянии, он начинает приспосабливаться к тем требованиям, которые предъявляем. То есть спазмируются мышцы, начинается изменение иридохрусталяковой диафрагмы, и всё это приводит к тому, что начинает формироваться и прогрессировать близорукость. То есть сначала она у нас идёт приобретённо искусственно, за счёт того, что мы вынуждены глаз постоянно видеть хорошо на близком расстоянии. У него нет времени расслабиться, переключиться на расстояние вдаль, то есть мало детки гуляют на улице, мало отдыхают. И поэтому основная масса времени проводится именно за компьютером, за письменным столом, за телефоном. И поэтому это заканчивается затем тем, что приобретённая близорукость переходит уже в истинную близорукость и в миопическую болезнь, которую лечить очень-очень сложно. Врачи даже поговаривают об эпидемии близорукости. Сегодня 60% российских старшеклассников нуждаются в коррекции зрения. Как этого избежать? Нужно помнить о должном степени освещения, о расстоянии между глазом и нашими всеми приборами. Это не меньше полуметра. Это перерывы в работе. И это те ограничения, которые мы в той или иной степени всё равно должны соблюдать, если мы хотим сохранить своё зрение. Бесплатно пройти комплексное обследование и лечение, причём не только детям, но и взрослым, можно в Центре офтальмологии и педиатрии. Для этого нужно записаться на приём по телефону или на сайте.